Широкомасштабный и беспрецедентный для Дагестана проект «Симпозиум художников Кавказа», проводимый в Турции в городе Ялова по Братиме Махачкалы, организован Амаром Амаровым, человеком, известным в республике своими частными культурными инициативами. Проект посвящен празднованию 100-летия Расула Гамзатова и 100-летию образования Турецкой Республики. Участие в нем принимают известные и начинающие художники из разных регионов России, в том числе и Дагестана. Все подробности у Патима Тханаповой. Горянка на красной дорожке. Работа, которая покорила каждого за неотценицей искусства, уже готовы заплатить не один миллион. Автор картины – Шахнабад Али Магомедова. Потомственная ковровщица, которая преуспела и в живописи. Два ее любимых дела сплелись в одно и получился шедевр, говорят эксперты. Если бы не симпозиум, признается сама Шахнабад, может, мир и не увидел бы эту работу. Идея питала давно, но вот до реализации руки не доходили. Вы знаете, эту идею, сколько я вынашивала, это долго, потому что я язык не находила, как все это изобразить. Есть вероятность, если бы не симпозиум, что картина могла и не быть? Да, конечно, есть. Есть еще как есть, потому что, вы знаете, там такая атмосфера, такая энергетика, такие люди вокруг. И поэтому, мне кажется, благодаря всему, всем обстоятельствам, которые тогда случились, она была создана. Этнические орнаменты, яркие краски – все это удивительным образом передают дагестанский колорит и судьбу женщины-заула. Половоизображенный здесь силуэт воплощения той выносливой и уютной корянки, на которой держится все благополучие семьи и народа. Вот первый раз, когда я увидела картину, мне почему-то эта женщина со спины напомнила свою маму. Ну, она действительно и мне напоминает мою маму. У меня сейчас представлена работа, мамин портрет в Ясин-Токе, ну, академический портрет. Я иногда говорю, мам, ты чем там? Здесь она больше похожа на мою маму. Это вот она, которая идет по своей красной дорожке. Противовес яркому и теплому, холодной и мрачной. Если Шахнабад своей картине отдал отдание образу скромной и трудолюбивой горянки, то художница Наталья Савельева вдохновилась турецкими женщинами. На чьи плечи легло не менее тяжелое бремя. Их скорбь в каждой детали, в жестах, в тонах и даже в погоде. Естественно, холодная гамма, потому что это плач, потому что туман, он тоже как такая сущность, которая и закрывает, и обволакивает. Белая одежда – это цвет смерти, цвет савана. В общем-то, это сейчас, в нынешние времена, белый – это цвет невесты, а всегда белый – это цвет траура. В общем, ну а плач, генерикей, конечно, потому что мужчины погибли, остались женщины. Как это обычно бывает на войнах, мужчины-то погибли, они уже ничего не чувствуют, а все остается на плечах женщин. И вся боль, и вся трагедия, и вся дальнейшая жизнь их, и детей. В общем, все приходится поднимать женщину. Дагестанско-турецкие мотивы в работах встречаются не просто так. Симпозиум художников Кавказа посвящен столетию народного поэта Расула Гамзатова и столетию образования Турецкой Республики. Даты символические. Организаторами было принято решение собрать в городе по братьями Махачкале, Ялове, сто художников из разных регионов России. Прибывают мастера группами. В течение семи дней каждому участнику предстоит создать две живописные работы. Этот вопрос о вдохновении, он всегда так возникает, и все его как-то любят спрашивать. На самом деле, вы знаете, для профессионала, профессионал никогда не ждет вдохновения. Он становится за мольберт и за станок свой, и работает, потому что он умеет эту работу делать. Картины, которые написал Габи Була в рамках симпозиума, это два фрагмента с его живописного полотна незавершенной объемной работы. По словам художника, многие предполагают, что на холсте изображена битва за Ахульгону. По задумке, это все же собирательный образ самоотверженных корцев. Это работа о героическом стоянии, о тех эпизодах истории, где люди, мужчины, в общем-то, делали, скажем, такой выбор в пользу даже иногда умереть, сложить свою жизнь за что-то. Как бы это и религия, это и свои дома, это и семьи. Более 30 художников уже прошли свои творческие испытания в рамках симпозиума. Среди них не только мастодонты, кисти и краски, но и начинающие мастера. Такой опыт, говорят участники, полезен для каждого, но по-своему. Ну, вообще, это первый такой опыт у меня, поэтому довольно-таки интересно. Где-то в каких-то моментах, ну, не то чтобы страшно, но, то есть, ты сталкиваешься в первый раз с этим, ты вот думаешь, как-то все получится, но пока что все нравится. Симпозиум открывает большие перспективы перед молодыми художниками, ведь они наравне с именитыми могут абсолютно бесплатно побывать в Турции и поработать с идеями, которые, возможно, вынашивались не один год, но не было времени и площадки для их реализации. В Кита я ехала сюда с мыслями какими-то очень бесформенными, но сейчас они потихонечку-потихонечку обретают какие-то силуэты. Вопрос сложностей, сроков и вообще того факта, что мы все взаимодействуем здесь как художники, это вообще другой контекст, естественно, и другая страна, это другой контекст. Конечно, это сложнее, интереснее и вообще совершенно другой опыт. Все работы, произведенные в рамках симпозиума, остаются в фонде Музея танца Визгинка, учредителем которого является заслуженный строитель Дагестана Амар Амаров. Он же инициатор симпозиума. Амар встречается с каждой группой, участвует во всех организационных моментах, вникает в детали художественного процесса, вплоть до необходимого в работе инструментария. Это не первый культурный проект предпринимателя, впрочем, и в живописи Амара Амаров разбирается не хуже любого критика. В его частной коллекции более 400 картин. Культура – это база всего, база экономики, база жизни. Художники – наиболее незащищенная часть культурной жизни. Поэтому и приходится им помочь в той мере, в которой я могу вывести их, показать им другой мир и другому миру показать их, чтобы они могли себе поставить, может быть, более высокие планки. В рамках рабочей программы участники посещают селение Гюникё вместо компактного проживания выходцев из Дагестана на территории Турции. Поселок Термай, где расположены древние византийские термии, а также музеи, галереи и достопримечательности города Ялова. По итогам мероприятия будет создана масштабная передвижная выставка, в которую войдут 100 лучших произведений. Картины будут представлены в Турции, в Москве, в Дагестане, затем уже показаны в формате головыставки зрителям Китая, США, Канады и стран Европы. Подобных проектов, объединяющих единым замыслом разных художников, с выходом за пределы республики и страны, ранее еще не было. Мы всегда рады в рамках своих возможностей поддерживать такие инициативы здесь, на местах. Люди, которые имеют представление об искусстве и культуре, очень горды тем, что такое масштабное мероприятие проходит в Ялове. Даже чиновники восторгаются. Все-таки это большой вклад в сближение и взаимообогащение культур разных народов. Симпозиум все еще продолжается. В течение полугода участие в проекте примут еще около 70 живописцев и графиков. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарсов, Новости ННТ, Турция, Ялова.